Это классы, где сегодня учатся дети. На каждом фото зафиксированы нарушения. Неправильно стоят парты, не тот уровень освещения. И даже шкафы в некоторых местах стоят неверно. Школа, начиная со входа, должна быть полностью безопасным местом. О мерах безопасности должны знать все директора и учителя. Каждой отдельно взятой школе мы показываем конкретные нарушения, с тем, чтобы они были устранены. В Южной столице проходит обучение директора средних учебных заведений на предмет безопасности школ для детей. Речь идет о комплексном подходе экологической и физиологической безопасности в рамках проекта «Безопасная школа». По идее, ребенок, приходя в первый класс и заканчивая одиннадцатый класс, он не должен испытывать никаких, так скажем, влияний ни на физическое его здоровье, ни на психологическое здоровье. Поэтому очень важных три аспекта являются обеспечение физической безопасности в школах, это безопасность здания, сооружения, оборудования. Экологической безопасности в школах – это чистый воздух, чистая вода, санитария, гигиена, здоровая пища. И также психологическая безопасность – это ненасильственная, толерантная среда. Стандарты мер безопасности в Оржской области сегодня начинают внедрять пока только в трех школах. После на их примере будут обучаться другие. Аккредитацию на соответствие стандартам безопасности проходят все школы, но, несмотря на это, все равно есть нарушения. Чтобы их устранить, мы обучаем всех директоров. Мы должны не только дать детям качественное образование, но и позаботиться о здоровье детей. Сейчас идет серийное обучение всех директоров. Проект «Безопасная школа» стартовал по инициативе Министерства образования при поддержке международных организаций. Цель проекта – устранить факторы, которые негативным образом сказываются на здоровье школьников.